Акул пера. Сегодня к нам заглянул представитель поп-звезд новой формации. Человек, который, судя по вашим же письмам, в рекордно короткие сроки сумел очаровать и пионерок, и пенсионерок. В Акулах пера Андрей Губин. Добро пожаловать в Акулах пера по традиции небольшое заявление для прессы. Вам слово, Андрей. Да я, в общем-то, сегодня ночь не спал, долго думал, что же я такое скажу, так ничего и не придумал, просто хочу сказать, что я очень нервный. То есть нам ждать всего чего угодно? Нет, на самом деле я постараюсь вести себя прилично. Потому что люди собрались приличные, одеты, красивые, выглядят все хорошо, улыбаются, настроение у всех хорошее, постараюсь не испортить. Начнем. Отлично. Для начала небольшая справка. Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в Уфе. В 81-м году вместе с родителями переехал в Москву. Свои первые песни Андрей написал в 13 лет. В 1990 году поступил в Гнесинское училище, в котором проучился всего два года. Дебютный альбом Андрея Губина назывался «Авэ Мария». Правда, он так и не был издан, как и следующий альбом под названием «Принц и принцесса». Второе рождение музыкант пережил с выходом альбома «Мальчик-бродяга». С тех пор карьера господина Губина идет исключительно в гору. В данный момент музыкант завершил работу над вторым альбомом, релиз которого запланирован на апрель. Андрей, как вам работает со звездой? Работает со звездой? Вот самый странный вопрос, который мне когда-либо задавали, но, наверное, так и должно было произойти, все-таки я, на серьезной передаче. Во-первых, наверное, все так говорят, но я не чувствую себя звездой. Какое-то дурацкое ощущение быть звездой. Это, знаете, а, да, хотелось очень быть звездой, на самом деле. Очень хотелось быть звездой и мечталось об этом денно и ночно. Но, как бы, начались эфиры, когда стали крутить клипы Лизы, «Мальчик-бродяга», «Ночь». Вот все только появилось. И я думаю, когда же, ну когда, да, вот сейчас, вот сейчас, вот с утра проснусь, нифига. Там на следующий день, думаю, ну вот проснусь, ничего подобного. И так это и не произошло. В общем, я думаю, может, я не звезда. Ну, как бы, может быть, кто-то как бы чувствует себя звездой. Может быть, есть люди, которые вот ощущают себя. — Обидно или вы считаете, что, в принципе, есть работа, а вот вся эта мишура вокруг, на самом деле, ничего не стоит? — Нет, сначала было обидно, потому что, как бы, как вот Алла Борисовна как-то раз сказала, что, мол, сцена лечит от многого, от комплексов людей. И у меня было очень много комплексов, и я очень хотел сразу от них избавиться. Вот чтобы в моментальный раз, и как бы выйти на улицу, почувствовать себя свободным человеком, прийти вот в это кресло, сесть, так посмотреть всем в глаза спокойно, как бы, ну чё, ребята, подружимся. А на самом деле, как бы, какие-то моменты, вот эти остатки комплексов, они ещё присутствуют во мне. И я могу сказать, что да, я от многого избавился, слава Богу. Потому что таким напряжённым человеком, каким я был, скажем, там, в школе, ну, таким людям очень тяжело жить. Просто мне тяжело очень так жилось. А сейчас мне как-то, у меня взгляд на жизнь поменялся, как-то мир кажется светлее, и вообще жизнь прекрасна, по-моему. — Прекрасно. У нас недавно было три улицея, ещё в старом составе, и они говорили, что когда довольно быстро становишься известным, испытываешь массу психологических проблем. Меняется жизненный ритм, и вот все эти гастроли, много публики вокруг. И, в общем, чувствуешь себя иногда очень тяжело. То есть ты представляешь звёздную жизнь совершенно одним образом, когда начинаешь только работать в музыкальной индустрии, а на самом деле она поворачивается совершенно по-другому. Дискомфорт какой-нибудь есть или исключительно чувство свободы, которое пришло после избавления от комплексов? — Ну, дело в том, что, как бы, моя карьера до сегодняшнего дня, она делится для меня на два этапа. На три. Первый этап — это когда я просто писал песни, и никто об этом не знал. Потом был этап гастролей, когда действительно сталкиваешься с тем, что ты думаешь, ах, как всё прекрасно и красиво. Там девчонки, автографы, цветочки, концерты. А потом, как бы, начинаешь понимать, что садятся связки, например, и голос, который ещё вчера, допустим, звучал так, как хотелось бы, сегодня он вдруг становится каким-то уже, как будто тебе, я не знаю, не 20 лет, а 60, например. Ну всё, я знаю, надо покороче об этом покороче. Я закончил. Песня называлась «Зима». Мы переходим к вопросам журналистов. Прошу вас. Вот ты сидишь, вроде как, достаточно модный молодой человек в кислотных ботиночках, опять же, вот в клипе в кислотных курточках. Хорошая компьютерная графика в клипе, все дела колбаса. Я так понимаю, что слышишь ты нормальную модную музыку. Вот мой вопрос о двуличье. Человек в 23 года пишет музыку, которую, наверное, вот я слышала лет 10 назад в исполнении группы «Ласковый май» или Андрея Державина, или Саши Айвазова. Но я понимаю сейчас, Андрей Державин продолжает делать то же самое, потому что ему уже 45 лет, или Саши Айвазову. И как бы по-другому уже мозги, наверное, работать у человека не могут. Но тебе 23 года. Вот ты руководствуешься чем? Тем, чтобы в провинциальных клубах девочки визжали, когда делаешь то, что ты делаешь? Или это, извини, пожалуйста, или это реально, вот твое, или ты действительно по-другому просто не в состоянии мыслить? То есть это твой реальный музыкальный вкус, который, то есть выше которого ты просто не можешь перепрыгнуть? Отвечу так вот тупо и прямолинейно. Да, мне очень нравится песня «Зима». Если бы она мне не нравилась, я бы на нее не снял клип. Может быть, ты пытался делать что-то другое, или даже у тебя не было никаких поползновений? Нет, ну вы знаете, на самом деле, как бы у меня, когда я начинал только писать песни, все это проходило в школе, тогда я писал совсем другие песни. И кумирами у меня были люди, то есть я был фанатом группы «Нудилс Пампилиус», и Гребенщикова, Макаревича и так далее. И первые мои песни, это такие песни были, как «Наша школа с военным уклоном», ну текст там я немножко процитирую, «Нам глаза открывает на мир», «Нужды люберов, панков и хиппи» обустроят армейские, ну в одном варианте было сортир, в другом было мундир. Так вот, как бы были разные песни, очень жесткие вначале, но затем, когда прошло время, прошло время, вот у нас мы в стране все разрушили, как бы, а вдруг оказалось, что лучше-то не стало, правда? И нужно этот мир на чем-то строить, а на чем его строить? Только на любви. Сделал это не в жесткости, ты же понимаешь, что... Так нет, я прошу прощения, я не договорил немножко, спасибо. Так вот, когда я это понял, то не то, что я сразу стал писать другие песни, нет, такого не произошло. Просто это, видимо, как-то подсознательно произошло, и песни изменились, появились песни Лиза, там, ну, другие песни, «Все для тебя», например. Почему-то мне вначале было неудобно, неудобно показывать эти песни своим друзьям, потому что мне казалось, ах, как стыдно, я вот писал настоящую музыку, а теперь я пишу типа ля-ля-та-па-ля, но потом я понял, нифига, вот эти песни, это настоящее. Просто это настоящее для того времени, для того возраста, в котором я находился, но это настоящее, это не придумано, это идет из моего сердца. Другое дело, вы это можете принимать, не принимать, говорить, что Дагубин не в состоянии думать по-другому, не в состоянии, я думаю только так, как я хочу думать, извините. Ты понимаешь, дело не в мысли, а в способе ее выражения. Можно ту же самую Лизу взять и записать так, что ее действительно могут слушать нормальные люди. Лиза, эта песня вышла очень органично, и поверьте мне, что как бы эта песня, она останется, может быть, как бы единственная моя песня с первого альбома, которая останется. Большое спасибо, предлагаю... Алексей Астудин, радиостанция Хит-ФМ. Который все ждали, который вышел, по-моему, если не ошибаюсь, в конце зимы, в начале весны 96-го года. И после этого артисту, который вот только заявил о себе, начинает гастрольную деятельность, клипы, концерты и так далее, ему нужно максимально в короткие сроки подтвердить свой успех вторым альбомом. Твой альбом ждали все два года. Вот как ты прокомментируешь такое легкое обвинение в том, что почему-то, непонятно по каким причинам, твой альбом не увидел свет так рано, насколько это требует шоу-бизнес и технология этого процесса? Ну, вообще, я совершенно не шоу-бизнесовый человек, абсолютно. И я отказываюсь жить по законам нашего шоу-бизнеса, когда нужно кривляться для того, чтобы нравиться людям. Мне это претит абсолютно. И также все эти законы, я считаю, что закон должен быть один. Человек должен расти, вне зависимости от того, там, Столлер, он плотник, я не знаю, или музыкант, например. И поэтому стыдно выпускать второй альбом, который будет хуже, чем первый. Который на самом деле не был первым альбом. «Мальчик-бродяга» — это был третий мой уже альбом, просто первые два никто и не знает. И я все время двигался вверх. Я хотел, чтобы этот альбом, как бы, это движение продолжал. А как ты вообще себя представляешь в шоу-бизнесе, в российском, и бороться против него? Это же опасно очень сильно. Я не борюсь ни против кого. Я борюсь только с самим собой пока. Хорошо. Насколько тебе известен такой синдром второго альбома? Да, конечно. Насколько ты боишься того, что... Потому что действительно сейчас очень пикантная ситуация создалась. Если второй альбом не выстреливает, то, по-моему, можно спокойно хоронить певца Андрея Губина как творческую единицу. Потому что очень сложно после такого вот как бы длинного перерыва, два года, не выпустив ничего серьезного и хитового, продолжать далее. Поясни, пожалуйста. А он выстрелит. Вообще, я, наверное, очень... С одной стороны, мне казалось... Я думаю, может, я такой самонадеянный пацан, вообще молодой. Но я в себе уверен на сто процентов. И я просто знаю, что там классные песни, они не могут людям не понравиться. Вот и все. Я над ним работал два года, действительно, и там все сделано очень хорошо. Гораздо лучше, чем в альбоме «Мальчик-бродяга». И я могу сказать, что не хуже, чем в тех альбомах, которые выходили в последнее время. Ну, просто у разных музыкантов. Поэтому я ничего не боюсь. Абсолютно. Ну, а кроме того, я еще сейчас начинаю деятельность, как бы, несколько отличную от моей сольной карьеры. Модное агентство? Да не модное. Что, какое? Модельное агентство? Нет, модное сейчас. Нет, модельное агентство я пока не открываю. Но, как бы, я сейчас становлюсь молодым продюсером еще до кучи. Да. Буду писать песни. С родни модельному агентству, очень похожи. Ну, не знаю. То есть, продюсер в каком смысле? То есть, вы будете сидеть... Нет, я пишу песни для одного молодого коллектива. Там две девушки очень милых. И поют вроде бы неплохо. То есть, вы будете делать им звук, грубо говоря? Я делаю им саунд, я делаю их, как сказать, как это модное слово. Вот Алексей Астудин знает, наверное, про моушен, да? Займемся к осени, узнаете. Отлично. Следующий вопрос, прошу вас. Насколько я понимаю, несколько лет вашим продюсером был ваш отец, Виктор Викторович, который занимал один из ключевых постов на российской товарной сырьевой бирже, что дало повод журналистам на все влады обсуждать тему существования артиста Губина на папиной деньги. Было такое? Да. Вот сейчас, насколько я понимаю, всячески декларируется полностью самостоятельность Андрея, причем самостоятельность во всем, что касается творчества. Вот мне хотелось бы знать, кто сейчас продюсирует вас, и каково отношение с отцом в данный момент? Очень, на самом деле, для меня непростой вопрос. Начну с того, что я очень люблю от своего отца, очень-очень люблю папу. Но у меня с ним отношения очень непростые, и как бы он привык, а я привык. Ну, в общем, как бы я все делаю сам по себе, и уже полтора года, да, скоро будет полтора года, как все свои дела веду я сам, и что касается творчества и финансирования, и финансирования творчества, и так далее, и тому подобное. Чувствую себя прекрасно. Я думаю, что за эти полтора года многое было сделано. Создана машина, которая способна работать всерьез. И это сделал я и те люди, которые вместе со мной работают. Я им за это очень благодарен. То есть продюсера как такового у вас сейчас нет? Сам по себе продюсер я. Окей. Вот мне интересно, вам долго приходилось убеждать родителя в том, чтобы он стал помогать вам заниматься вокальной карьерой? Или как-то все само собой получилось? Ну, вы знаете, есть, наверное, разные родители. Вот. У меня, как бы, отец, он такой человек, ему всегда хотелось видеть в сыне что-то. Например, я достаточно долго занимался футболом, там, по-моему, 7 или 8 лет. Даже играл когда-то за юношескую сборную Москвы, там, было такое время. Он во мне видел футболиста. Потом, когда я ушел, сказал, что в футбол я больше не играю. Он очень долго ходил расстроенный сильно, очень сильно расстроенный. Это я сейчас уже понимаю, вспоминаю его лицо. Потом как-то я попросил его купить гитару мне. Он как бы так, нормально, типа, парень футболистом не будет, но вроде певцом тоже нормально. Вот. И когда я стал сочинять песни, и только-только, я всегда был очень стеснительным человеком, на самом деле. И только-только я что-то написал, как он мне сказал, ты пойдешь туда, встань, значит, на шаболовку, встань еще в проходной, и будешь всем тетенькам говорить, что ты поешь песни. Я сказал, я не пойду туда, потому что тебе было стыдно это делать. Он сказал, ты пойдешь и будешь это делать. Я сказал, папа, я не пойду. Мне тогда было, по-моему, лет 15. Вот. Ну, в конце концов, он меня убедил, и я, как бы, да, пришел туда в проходной, познакомился с людьми, и как так завертелось-завертелось. Ну, он, судя по всему, финансировал ваш первый вокальный опыт, и это касается студии. Да, безусловно, безусловно. Тогда, правда, это все носило совершенно другие, так сказать, масштабы, если мы говорим о деньгах. Вот. И, в общем, конечно, если мы говорим о тех суммах, которые вложила в меня фирма Арс, то эти суммы, ну, просто на порядок, а то и на два. Больше. То есть, ну, немножко это все сказки. Я про то, что там, конечно, на папиной деньги там жил и так далее, и тому подобное. И поверьте мне, что, как бы, вот только-только сейчас у меня с отцом был очень серьезный контракт. Вот. Я думаю, что, я не знаю, тысяча процентов суперприбыли – это нормально за три года. Вот. Только-только я расплатился сейчас, и, как бы, вот в свободном плавании нахожусь. Понятно. То есть, все не так-то просто, друзья мои. Бесплатных ланчей, увы, не бывает. Прошу вас. Андрей Клюкин, информационное агентство «Пульс». Очень хорошо, что заговорили о финансах. Дело в том, что, мало того, что альбом не выходил больше двух лет, но действительно, выход альбома обычно совпадает с тем, что интерес к музыканту теряется. А теряется интерес, соответственно, и теряется наполненность его, так сказать, карманов деньгами. Это образно. Но в то же время, после такого большого перерыва, мы видим то, что очень хорошо записан альбом и очень дорогие клипы. Это видно, что, что мы сейчас посмотрели фрагмент, что это очень серьезное финансовое вложение. Откуда у Андрея Губина, музыканта которого, в общем-то, не так активно бомбит концертные залы, откуда у него такие деньги? Ну, вам все расскажешь, так вы тоже продюсером станете, а конкурентом владеете, это знаете ли. Не, ну на самом деле, просто это должно было случиться, вот так вот, и это случилось, понимаете? То есть, не понимаете? А я вам хочу сказать, что я всегда... Должно было случиться, это 36 тысяч, по-моему, вот так вот, на вскле, ну 30-40, может быть, тысяч. У вас все так очень неплохо поставлено, я так смотрю. Тысяч долларов мы сейчас посмотрели, и так сказать, что это должно было случиться, что у меня будет 40 тысяч долларов на клип, это мне действительно непонятно. А мне понятно. Дело в том, что я могу пояснить, я знал, что эти песни будут записаны, и я каждый месяц, я просто рисковал, будут ли завтра эти концерты, понимаете? Сегодня я не отдам денежки на эфиры, завтра этих концертов не будет, и мне не на что будет, не то что песенки писать, понимаете? Мне не на что будет просто жить, например. Вот, и я рисковал каждый месяц, и просто так получалось, что каждый месяц почему-то вдруг находились те несколько концертов, которые помогали мне записать эти песни, снять эти клипы, и так далее, и тому подобное. Но кроме того, друзья помогли, я этого не скрываю. Я хочу развеять, очевидно, тот миф, который я услышал. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что это за девушка, которую мы сейчас видели в клипе, и всё-таки связана ли она как-либо с теми финансовыми вложениями? Потому что, во всяком случае, до меня дошли слухи, что эта девушка, дочь довольно-таки серьёзного финансового магната, и вот именно он за то, чтобы снять его чадо в клипе популярного исполнителя Андрея Губина, отсыпал те самые вот, ну, два клипа, стало бы где-то 70 тысяч долларов. Сыпал те несчастные 70 тысяч, да? Те несчастные денежки упали в карман Андрею Губину. Ну, значит, скрывать не буду, я сказал, что отчасти это мои деньги, отчасти друзья помогли, так, как я сказал. Значит, что касается девушки, то я могу сказать, что это очаровательнейшее совершенно создание, на мой взгляд. Я безумно рад от того, что я смог этой семье помочь, потому что... А что вы так смеётесь, друзья мои? Вы слишком меркантильны, ребятушки, вы слишком всё меряете деньгами. А подождите, это... Не надо этого делать. Не надо этого делать. Снимает дочь большого финансового магната в своём клипе, вы говорите, что вы помогаете этой семье, вот. А я так понимаю, что всё-таки деньги из той семьи в эту, и... Я объясню. Да. Я объясню. Дело в том, что для меня, например, для меня, например, в своё время, было сложнее всего раскрыться. Понимаете? Раскрыться. У меня тогда было время безумных, бешеных денег, вот. И ко мне пришёл мой папа тогда, был такой период, не помню какой, год, когда вот перестройка, перестрелка как раз сменялась. Я сказал, Андрей, вот есть деньги на клипы, давай снимем там всё дело. Я говорю, пап, не надо пока, не надо. Боюсь я пока. И, понимаете, вот не было человека, который мне тогда сказал, это нужно сделать так, это нужно сделать так, понимаете? Просто подсказать там, взять за ручку, отвезти туда, вот. И это я и назову раскрыться, потому что Аня, девушку зовут Аня, вот. Я могу сказать, что сколько я в неё вложил тепла, души, я думаю, что это никаким деньгами не мерить, не измеряется. Хотя вы, может быть, склонны мерить это, вот, понимаете, всё, на доллары. Но поверьте мне, эти вот зелёные бумажки, это всё фигня на самом деле. Я просто уверен, что существует ряд других девушек, в которые тоже можно было вложить в ваше духовное тепло без финансовой поддержки, там, не знаю, нефтяных компаний каких-то. Так они снимались в моих прошлых клипах. Выяснили, прошу вас. Добрый день, Регина Мянник, ЛИСС. На самом деле, путь духовного самосовершенствования для меня очевиден. Но я считаю, что самовыражение этого духовного пути в песнях, он, в принципе, диссонирует. Как вы сами считаете, на ваш взгляд, существует ли этот диссонанс? И второй вопрос. Я знаю, что у вас действительно очень тесные отношения и близкие с вашим папой. И то, что он на вас возлагал такие огромные надежды. У вас был просто культ Андрея Губина. То есть, у вас самого в семье. Насколько ваш папа доволен вашим творчеством? Насколько он доволен вашей духовной жизнью? Насколько он доволен вашим самосовершенствованием? Или у вас здесь тоже большие проблемы? Нет, ну, у меня с отцом сейчас в данный момент очень тяжелые отношения. Опять-таки, я повторяю, что я его очень люблю. И я хотел бы всегда пойти ему навстречу во всем. Но, скажем так, поскольку есть семейные, а есть, увы, бизнес. Понимаете? Я хочу, чтобы мои песни люди увидели. И, например, поэтому этот второй альбом был продан на студию «Союз», а не на студию «Талант Рекордс» моему отцу. А первая часть вопроса? По поводу диссонанса? Ну, знаете, я не могу ничего сказать. Просто кому-то нравятся песни, кому-то не нравятся. Я все уже сказал. Все, что я пишу, я пишу от души всего лишь. Хорошо, спасибо. Так, мы посмотрим сейчас еще. Андрей, я хочу углубить... Глаз народа, наконец-то так. Я хочу углубить тему преемственности поколений. Ваш отец действительно личность незаурядная, интереснейшая, высокоодаренная. Он пишет стихи, прозу, рисует, танцует, много еще чего. И подстать себе он хотел сделать из собственного сына. То есть сделать вас такой же интеллектуальной, высокодуховной личностью. Мы этому всячески, конечно, противились, но, уступая настоянием отца, тем не менее, поступили в музыкальное училище имени Гнесиных. Правда, проучились там всего лишь год. И вам, по вашему признанию, стало скучно. И я, в принципе, вас понимаю. Потому что петь простенькие песенки, наверное, гораздо проще, чем изучать серьезную музыку. Но когда прессинг отца, он, конечно, был недоволен вами абсолютно. И когда этот эмоциональный, наставнический прессинг отца был слишком велик, вы написали ему такие снисходительные строки. Папа, я несносный. Папа, я дурак. Как со мной бороться? Сам не знаю как. И учусь я плохо, песен не пишу. И не занимаюсь сексом в секции ушу. Нет во мне талантов. А в тебе их сто. Что из меня выйдет? Сам не знаю что. Очень интересно, а это пресс-службы распространяет такие, да? Или откуда-то они эксклюзивно берутся. Вы знаете, вы мне потом... Артист может говорить, да? Дело в том, что вы мне потом эти тексты отдайте, пожалуйста. Если не сложно, там можно ксерокс сделать. Просто дело в том, что да, это было написано мной, когда мне было 15 лет, это было мое третье стихотворение. Все-таки это ваше стихи. Да, да, да. Это было мое третье стихотворение. Мне тогда было, по-моему, 15 или даже 14. Или еще меньше. Да. Андрей. Я просто помню, когда действительно отец хотел из меня что-то сделать постоянно. Это было такое. Я об этом сказал. А я боролся. Не получилось или получилось, не знаю. Андрей, не желаю вас обидеть, но не кажется ли вам, что все ваше творчество, вот это есть некая попытка, уже совершенно отчаянная попытка, хоть как-то соответствовать требованиям отца? Нет. Нет? Я музыкант. Если бы я соответствовал требованиям своего отца, я бы сейчас играл в команде «Спартак-Москва». Ну или «Динамо-Москва». Понимаете? Гонял бы мяч по футбольному полю. Спасибо. У нас, по-моему, продолжение темы небольшое. Нет, мне просто хочется дополнить вот к чему. Потому что, на мой взгляд, я тоже читал вот эти вот, и не только эти тексты, которые мне в свое время давал читать сам Виктор Викторович. Дело в том, что, на мой взгляд, вот, может быть, я испорченный, жесткий, черствый и ужасно лицемерный человек, но непонятно, мне совершенно неясно, это стремление к производству значимости персоны с точки зрения, там, ну, каких-то текстов, да? То есть там были же даже целые цитаты, какие-то цитаты, под ними стояла подпись Андрей Губин. Целый сборник таких цитат был. Да, но только эти цитаты мне не принадлежали, понимаете? Вот, 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 давай сейчас об этом как раз и поговорим. Мы были на гастролях 30 дней в месяц. Один день я был в Москве. Вот, за год мы были дома, а я и моя команда, мы были дома, ну, может быть, дней 12. В один из этих 12 дней я узнал, что должна выйти книга. И не о ком-нибудь, а об Андрее Губине всего лишь. Я сказал, помня поговорку известную, что яйца курицу не учат. Я пришел, сказал, папочка, давай не будем выпускать эту книгу. Давай выпустим ее лет через 25, когда я сделаю что-то серьезное. Он сказал, эта книга не о тебе, это книга о нашей семье. Все, я ответил на ваш вопрос. А вот сейчас есть продолжение явно. Ну, я не знаю, как насчет продолжения, но просто-напросто мне кажется, что у нас программа становится каким-то творческим вечером чедолюбивого папы Андрея Губина. Да, мне тоже так кажется. А вот я хочу сказать, что никакие мешки папиных денег и никакая безмерная отцовская любовь все равно не спасут человека от безголосия и попс-примитивизма. Вот был уже такой пример с замечательной девушкой Линдой, у которой тоже ходили слухи, что у папы большие мешки за плечами, которые ее должны были поднять до высот суперстар. Но до тех пор, пока она не встретила талантливого человека по имени Макс Фадеев, никакие мешки папины ей так и не помогли. Может быть, вся проблема заключается в том, что тебе стоит встретить какого-то человека, похожего на Макса Фадеева, или какую-нибудь девушку дико продвинутую, которая тебе не мешки денег притащит, а просто-напросто даст что-то такое, что действительно сделает твою музыку нормальным, конкурентно способным, модным продуктом. Ну, вы знаете, я, может быть, чего-то не помню, но песни «Мальчик-бродяга», песни «Лиза», все они были хитами, и хитами настоящими в стране под названием «Россия», по крайней мере. Спасибо большое. Мы смотрим видеоклип на песню, которая, безусловно, стала большой по песне, потому что была в своем... Это по-прежнему «Акула-пера». В гостях у нас Андрей Губин. У нас следующий вопрос, прошу вас. Я просто очень хотел поставить точку в капитанном вопросе. В принципе, Капа очень правильно сказала, что каждому музыканту надо найти нормального, толкового продюсера. И вы тут же сказали, что как же, у меня же песня, там, «Мальчик-бродяга», «Все души сам». А я хочу напомнить, что в свое время «Мальчик-бродяга» вам делал Леонид Агутин. Вот. Тот самый толковый, так сказать, деятель, работу которого вы сейчас легко называете своей. Почему вы перестали работать с Агутиным? Он, в принципе, тогда был еще, конечно, неизвестным. И все-таки обращая взор назад и понимая, что это одна из самых удачных песен, не хотите ли вы все-таки, я еще более настойчиво говорю, все-таки попробовать работать вот с такими корифеями музыкальными, которые сейчас, в общем-то, их довольно много сейчас, наверное, в шоу-бизнесе? Я помню, когда мы записали песню «Мальчик-бродяга», вы правильно сказали, Леонид еще не был известен никому. Ну, так, Шарко не был известен. И я видел его грустные глаза, когда он вдруг понял, что он там за несчастные тогда, помню, что-то 200 долларов, что ли, он продал свою фишку, понимаете? И он как бы сделал это, посмотрел, что получилось-то хорошо. И он смотрит, думает, как, это же вот человек просто пришел, ну, как бы, ко мне с улицы обратился, я ему сделал, и получился как бы второй Агутин такой, маленький такой, молоденький. И я даже могу сказать, что я рад, что он у него первым получил, что он первый нашел деньги на рекламную кампанию. И это его фишка. И слава богу, что его с ней увидели. И не говорю, было бы по-дурацки, если бы говорили, если бы я первый, как говорится, раскрутился, да, если бы меня первые узнали с этой песней, и говорили бы, да, Агутин, это повторение Губина. Это глупо было бы. Спасибо. А что касается песни Лизы, и песни Ночь, это совершенно не Лёнина. Я не думаю, что он бы так сделал, например. Просто он по-другому увидит музыку, я по-своему. Максим Резник, Риф ТВ. Я вот сижу, и вы мне очень нравитесь. И песни, в принципе, тоже достаточно всегда были приятны, скажем так. Но у меня звучит постоянно другая песня, не Губина. Песня с такими словами «Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой». Я не знаю, как бы, вот как девушки, но я думаю, что многим молодым людям вы очень симпатичны и совершенно искренне, совершенно искренне. Но, тем не менее, вот образ такого обаятельного, немножко смазливого, можно сказать, даже, мальчика, фактически, он самому как бы, самому не надоел, не хочется изменить, стать мачо. Вот даже Сташевский, даже, мне кажется, он пытается как-то вот всё более и более, да, вот мужественно вот так выходить. Есть такое желание? Я уже сказал, что я не люблю кривляться, понимаете? Какое есть, такое есть. Ну, если вас интересует, мальчик я или нет, ну, не мальчик я, да. Вот, как бы, ну... В чём это выражается? То есть не только... В том, как я веду свои дела, например, понимаете? А если, ну, Господь мне дал такую внешность, понимаете? Мама у меня очень красивая, как бы в маму я пошёл, ну, понимаете, ну, что ж поделаешь, давайте я пойду сейчас это, пластические операции делать, там, молотком по лбу стучать, там, и так далее. Понимаете, мне на самом деле, меня самого ужасно ломает моя внешность. Я знаю, там, мне девочки пишут, там, Андрей, у тебя такие глазки, там, то всё. Я думаю, ёлки-палки, понимаете? Потому что меня ломает моя внешность. Мне она не нравится очень сильно. Потому что у меня большой диссонанс. У меня большой диссонанс. Да я знаю, что такое диссонанс. Я музыкой занимался. Так вот, между моим внутренним миром и моим внешним обликом, понимаете? Шерил Кроу, по-моему, сказал, что если бы... Да, вчера мне сказала что-то. Хорошо, что напомнила. Ну ладно. Что если бы слава на неё свалилась года в 24, то это... Просто она была бы счастлива от этого. Но когда это произошло значительно позже, то счастья особого, такого вот восторга не было от этого. Ты говорил, что ты хотел всегда стать, прославиться. Правильно? Я понимаю. На самом деле... Что будет, если... Можно я закончу чуть-чуть? Осталось. Если годам к 30 или чуть постарше тебя совсем не будет прикалывать. Я хотел, чтобы... Ну, как сказать? Я хотел выразиться, понимаете? Прежде всего. На самом деле это было самое главное. Я хотел, чтобы меня услышали. Потому что... Я не знаю, как у вас, например, проходила там школьная там пора и так далее. У меня всё это проходило довольно печально. Я, во-первых, часто менял школу. Из-за этого у меня не было друзей и так далее. Ну, как бы, не будем... И я сидел постоянно у себя в комнате, когда другие там гуляли. И я смотрел на это из окна. Играл на пианино, сочинял песни, понимаете? Вот у меня была, ну, как бы, школьная пора так. И прежде всего хотел выразиться. Ну, конечно, я думал, что классно, классно там всё это. Вот эти свет прожекторов, там интервью и так далее и тому подобное. И я, понимаете, мечтал, мечтал. Оказаться, например, на программе «Акула-пера» вот здесь вот сидеть там, разглагольствовать на разные темы, понимаете? Но, как бы, когда вот это произошло, вот когда я узнал об этом неделю назад, я подумал, ёлки-палки, так, нужно приготовиться, нужно сделать то и это. Ну, и как бы, и всё при приближении. Или я хотел, чтобы в московском комсомольце когда-то там, вот, понимаете, там, открытие года Андрей Губин. А когда это случилось, мне друзья сказали, что там, по вопросу зрителей, оказывается, я вдруг стал открытием. Для меня это было... Ну да, открытием, ладно, поехали в следующий город на гастроли. Вот так, да. Такая рутина, наверное, раздражает немножко, да? Что? Такая рутина раздражает, наверное, немножко. Не раздражает рутина-то. Рутина-то, бог с ней. Просто обидно, что то, к чему ты стремился, вот эти вот, ты себе на дистанции ставишь флажки, вот, думаешь, вот туда прибегу, там классно, точно, ребята, там классно прибегаю, смотрю. Нормально. Так, видим цель следующую. Спасибо, я предлагаю посмотреть. На самом деле, я удивлен, потому что любимая тема этой аудитории, в принципе, одна из любимых тем, это отношение с так называемой голубой тусовкой. Вот тут есть люди, которые задают эти вопросы через раз. Я удивляюсь, почему эти вопросы не задаются тебе, потому что понятно, что с твоими данными наверняка так или иначе... Максим, как вы впечатлились-то прям... Ну, я, я как бы делаю определенные шаги, как вы видите, в этом направлении. Так или иначе, ты сталкивался. Мне интересно, действительно ли создается вот такое впечатление, что это сила, которая решает судьбы? Вот в твоем случае, это сыграло роль? Вот, в принципе, да. Если бы, наверное, я как бы был, да, то меня бы узнали лет в 16, например, понимаете? А не в 22, когда просто, ну, горбом, понимаете, все это было горбом. Да, а что касается отношений, вот, честно, хочу честно сказать, первый раз рассказываю. Мне даже вот интересно, потому что все говорят, типа, да, у вас такая сладкая внешность и так далее, и тому подобное. Ну, вот, грубо говоря, там, ну, ем Кока-Колу там с музыкантами покупать, да? И вот пристают ко всем, кому угодно, только не ко мне, понимаете? Вот я даже думаю, нифига себе, типа, это, обо всех говорят, а ко мне, то есть, ни разу никто в глаза мне не предложил, там, ну, особь мужского пола, что, мол, Андрюха, давай пойдем. Ну, я, то есть, я, опять-таки, я, может, кого-то расстрою, я гетеросексуал, причем очень злой натурал, я очень-очень злой. И, то есть, может, кого-то это разочарует в артисте Андрея Губини, но, тем не менее, это так, кривляться не умею. Нет, все в порядке, спасибо за это. Да? Так что шаги свои можете. Шаг вперед, два шага назад. Захотелось задать еще один вопрос. Фрейд говорил, не мне вообще. Что, посмотрите, как он ведет себя в постели, вы можете сказать, как он ведет себя в жизни вообще, в другой. Согласны ли вы с этим утверждением? Нет. Человек может быть в постели супер, а в жизни очень закомплексованный человек. Такое часто бывает. Не о потенции как бы речь идет. Нет, а я понимаю, что речь идет не о потенции. Понимаете, я говорю просто о тепле. Большое всем спасибо. Отчинили. По-моему, был у вас такой один вопрос. Ну и что я здесь делал, зачем я согласился? Как все это печально выглядит? Я прав или показалось мне? Нет, все было классно. Единственное, что, вот я расстраивался, я честно скажу, что я как-то ожидал, что будет вообще ураган. А получилось так, ну, чуть-чуть. Балла три. Дело в том, что, я думаю, может быть, просто я уже закалился как-то, потому что столько всякого было съедено и за спиной, в общем, на самом деле, что я уж, может, ничего не боюсь просто. Ну, это сейчас вы бравируете, несколько раз вам было очень так неприятно, по-моему, если честно, потому что народ-то сердит, и что греха таить. Нет, нормальные ребята вообще. У меня музыканты не такое устраивают. В общем, да. Значит, закалка, она дает знать свое. Да, спасибо пацанам. Вам можно только позавидовать. Надеюсь, что время вы потеряли не напрасно, получили некоторые положительные, а, может быть, отрицательные эмоции, которые в сочетании всегда хорошо, чем плохо. Большое спасибо вас за то, что пришли. Приятного.